Продолжаем отвечать на вопросы на библейском портале Экзегет. И вопрос такой очень интересный. Правильно ли одевать детей в военную форму на 9 мая? Вы знаете, ребенка можно нарядить во что угодно, дошкольника можно научить любым стихам, но важно ли внешне? Да нет. Важно все-таки внутреннее состояние ребенка, каков он сам. Ну, форму одевать можно, а это почему нет? Но если опять-таки мы это одеваем, как вот при этом говорим ребенку вот так, ходили наши солдаты в Великой Отечественной войне, которые защитили нашу Родину, победили фашизм, принесли Европе свободу от фашизма. Если мы говорим такие слова, воспитываем ребенку в любви к Родину, пожалуйста, одевайте его в любую нашу традиционную одежду, народную или военную, это только будет хорошо. Вот. Но часто мы можем слышать критику в этот наш адрес, там, что вот ваши там дети, вы там их там не тому учите, не во кто одеваете. Ну, знаете, на это просто не надо обращать внимания. Вот. И очень хорошо, я помню сам в своем детстве, когда на майские праздники папа меня садил на плечо, и мы ходили на демонстрации на 1 мая, на парад победы, и тоже одевал папа мне пилотку солдатскую. Замечательно. И дедушка у меня прошел всю Великую Отечественную войну, от первого до последнего дня, и даже из их дивизии 13 человек всего осталось живых, вот он оказался в их числе, ну, получил инвалидность, правда. Вот. Поэтому, если внешнее соответствует внутренне, то это, слава Богу, пусть ходят в нашей традиционной солдатской одежде на 9 мая, пусть участвуют в парадах, едят солдатскую кашу, вот, и приобщаются к жизни солдатской. Нам нужны настоящие защитники Родины, потому что наша Родина в опасности, потому что у нас православие. И пока враг наш, дьявол, будет видеть, что в нашей стране живет и существует православие, а мы единственная страна, в которой это осталось, по большому счету, то на нас будут нападать. И мы это видим сейчас с точки зрения политики, обострения ситуации, желания, опять-таки, нас. Нам, врагу нашему, не богатства даже наши нужны, а ему надо победить православие. И мы должны всегда об этом помнить и сохранять и приумножать наши традиции, передавать их из поколения в поколение именно с нашими традиционными ценностями, прежде всего, конечно, христианскими. А христианские ценности заключаются в одном слове, слово «любовь», потому что Бог есть любовь. И мы должны учиться любви, вот, любви и к нашей народной одежде, традиционной одежде, и сохранять вот эти наши культурные традиции, в том числе и военные. Спасибо.